Друзья, всем привет, серферы-безделики. Энергетически заинтересованные девианты. Сегодня у вас будет, я думаю, интересный разговор, потому что человек, которого мы пригласили, это Вячеслав Каханов. Добрый день. Добрый день. Впервые у нас в студии, и он на студии появился благодаря тому, что аудитория постоянно мне интересных людей предлагает. И Андрей Китаев, который тоже был в этой студии, сказал, что у нас с Вячеславом может получиться интересный разговор по энергетике, потому что Вячеслав как раз очень глубоко в эту тему интегрирован, и есть что рассказать. И поэтому, я думаю, у нас будет такая беседа, которая могла быть с любым из вас, когда вы впервые видите человека и пытаетесь его понять, пытаетесь понять, в чем его бэкграунд может быть полезным. И я считаю, что это как раз самый классный формат, потому что в такой ситуации каждый из вас всегда оказывается. Расскажите, наверное, немножко о себе, вот как вы попали в энергетическую сферу, чем вы сейчас заливаетесь, и там начнем раскручивать. Ну, опыт в энергетике у меня начал появляться с работы в ДТЭКе, то есть до этого у меня была банковская система, потом произошла резкая смена вектора развития. В ДТЭКе я занимался, отвечал за развитие продаж. Это три компании Облэнерго. Киев, Облэнерго, Донецк, Днепр, плюс еще ряд частных компаний, которые тоже в ДТЭКе работают. Соответственно, еще был отдельный проект, который отвечал за стратегию и подготовку этих компаний к рынку. По сути дела, 8 месяцев где-то был отдельный этот проект, совместно с польскими консультантами известными. И мы изучали многие страны, многие рынки, как это все происходило, по сути в Европе, в Турции, в схожих моделях, в которые мы должны были войти. Два с половиной года, по сути, это был старт как раз того бэкграунда, который позволил мне сегодня чувствовать себя уверенно в этом бизнесе. Дальше после ДТЭКа такой был фриланс-консалт, он был как в энергетической сфере и не только, в том числе там и в производстве пищевых продуктов. И после этого был заказ от определенной группы лиц, бизнесменов, о создании такого проекта энергетической компании. Уже рынок раскрылся, точнее даже не так, он вот-вот должен был раскрыться, это был май, там, 19-го года. В седьмом месяце он раскрывался и нужно было быстренько, оперативно создать компанию, учитывая, что какие-то бизнес-модели, расчеты и операционные элементы уже были проработаны для ДТЭКовских структур. Выполнил этот заказ в виде стратегических материалов, изложил и получил предложение, ну, не просто показать там красивую презентацию, а взять и сделать то, что нарисовал, по большому счету. То есть возглавить процесс? Да, возглавить, то есть создать компанию, зайти в учредительный капитал, там, условно, с какими-то долями, каким-то интересом финансовым моим и попытаться сделать то, что было изображено на бумаге. И как получилось? Ну, отлично получилось. Где-то за полгода мы сделали хорошую компанию, которая, условно, там, заработала порядка 40 миллионов гривен за, там, 6 месяцев. Сложно было найти, в первую очередь, людей. Были частые замены. Мы брали специалистов из облэнерго, существующих, ну, как бы, которые с опытом где-то ошибались, понимали, что люди не готовы меняться. Они понимают квалификацию, как бы, понимают бизнес, но не готовы относиться к нему как к бизнесмену. То есть исполнители хорошие, а, как бы, управлять, принимать какие-то решения, делать какие-то выводы, были не готовы. Поэтому состав поменялся, условно, от начала проекта был один состав. Через полгода это был совершенно другой состав людей. Спешно покупались люди, ну, говорю, покупались, как есть, там, переманивались люди из ДТЭКа, из СКМа. Ну, те, которые, как бы, условно, были недооценены этой корпорацией и приглашались в этот проект. По большому счету, где-то уже, наверное, в феврале 2020 года, когда, ну, проекту нужно было стартовать в какой-то новый виток своего развития, мы сделали задачу, там, нулевую, так называемую, мы прошли, там, сложили операционный состав, мы заработали первые деньги, доказали возможность инвесторам, условно, дальше инвестировать, но в рынке очень сильно начала падать маржинальность этого бизнеса. Почему? Большое количество игроков на рынке, отсутствие такого, знаете, как бы опыта в продажах, и, наверное, больше, больше задача не продать электроэнергию, а сбыть. А когда все занимаются сбытом, избавляются от нее, да? Ну, наверное, потому что ее сбыток или как, почему? Да нет, вопрос не в избытке, вопрос в избытке компаний, которые начали предлагать свои услуги. Один поперед другого, забегая к клиентам и демпингуя, то есть каждое следующее коммерческое приложение несло за собой какое-то изменение цены в худшую сторону. И маржинальность в рынке, условно, там, с 6-7% за полгода ушла, там, до 2-х, до 1,5%. Вот объясните зрителям, что такое вообще торговля электроэнергией, да? Это, ну, вот, все мы знаем, как можно купить, там, условно говоря, клублику. Ты приходишь на рынок, там, да, или в супермаркет, и в зависимости от того, какую ты там клублику хочешь, то ты ее покупаешь, там, да? Вот на рынке электроэнергии, как это происходит? Ну, очень хороший пример – это интернет. Вы уже имеете заведенный кабель в дом, вы просто выбираете бизнес-план какого-то определенного провайдера, который, используя сети коммуникации, там, Укртелекома, либо, там, партнерского провайдера, предоставляет вам просто услугу, да? Он покупает трафик под объем своих пользователей и перепродает вам его. У вас ничего не меняется, у вас тот же роутер, та же сеть, тот же кабель, возможно, у вас просто другой тарифный план, и, может быть, за счет каких-то, там, серверов и оборудования, там, не знаю, которые передают этот трафик, у вас может измениться качество интернета. Вот ты уточнили, правильно ли я вас понял, что, вот, допустим, у меня есть 100 тысяч долларов, я Юра Рабалилко, могу взять, там, у кого, Нергоатом, или у кого, выкупили на рынке, вот, как это был вообще этот рынок называется? Ну, рынок, рынок на сутки вперед, есть внутрисуточный рынок. Я выкупаю, я люблю эту электроэнергию, там, какую-то, и быстренько его продаю, да, или как? Ну, немножко не так. Если бы все было просто, в этот бы рынок бежали просто все, на самом деле все гораздо сложнее. Во-первых, нужно понимать, какой объем потребитель потребляет, первое, от куда войдем, второе. Кто потребитель, наверное, в порядке? Кто потребитель, нужно его найти. Заключение договора, перевод этого потребителя к себе на поставку, это фиксируется, ну, условно так, в электронных разных там формах отчетности, облэнерго. Только потом уже знаете, что вам нужно купить электроэнерго. Потому что если вы купили просто, ее складировать нельзя, вы ее купили в конкретном часе, конкретного дня, конкретных суток, времени суток, вы должны ее в это же время и продать. В противном случае вы никуда не продали, вы заплатили и понесли убыток. То есть электроэнергия появляется, она вырабатывается всегда всеми, да. Весь вопрос, по какому договору и на ком она учитывается, кто является ее поставщиком. То есть по большому счету вот наш бизнес состоит из того, что мы условно занимаемся оказанием услуги, да, там потребитель не может взаимодействовать с энергоатомом напрямую, потому что энергоатом бы не справился там с миллионами потребителей, счетов, договоров и так далее. Точно так же любая другая генерация, у нее больше цель производить, нежели заниматься продажей производства, оборудования, ну, уход за ним, ремонт, эксплуатация и так далее. Соответственно, мы создаем некую услугу. Мы где-то собираем деньги вместо генерации для того, чтобы купить и контролируем эти отношения финансовые с покупателем, уже нашим контрагентом. Электроэнергия ему и так бежит по проводам, условно назовем так. Мы просто весь вот этот математический учет этих киловатт, который потом приводится в деньги, берем на себя. Облэнерго выдает данные по нашему запросу, сколько киловатт клиент потребляет. Мы, соответственно, планируем в следующий месяц под него эти киловатты покупаем. Плюс еще важно знать в каждом часе, сколько купить. Единственное, что здесь не похоже на то, что я привел аналогию с интернетом, мы не влияем на качество электроэнергии. Вот насколько оборудование облэнерго позволяет, условно, какого качества поставлять электроэнергию, такого качества она и поставляется. Это уже все зависит от оборудования, которое находится непосредственно в периметре клиента, либо облэнерго. Два уточняющих вопроса. Первый уточняющий вопрос. На Западе, в Европе или в Штатах, точно такая же схема работает? Или там производители электроэнергии, они имеют возможность продавать? Там круче работает система. Мы же отстаем во многих вещах от Запада. Смотрите, у нас сейчас принято считать, что у нас есть четыре сегмента рынка, на которых мы, как поставщик, можем купить электроэнергию. Это рынок двустороннего договора, двусторонних договоров. Это когда мы напрямую контрактуемся с производителем, покупая определенный объем по какой-то цене, либо с каким-то коэффициентом, по какому-то графику отгрузки, потому что есть еще почасовой график. Это первый сегмент рынка. Сегодня этот сегмент в Украине где-то порядка 45% объема покупается в таких двусторонних договорах. Я же, купив какой-то большой пул эклистичной энергии по двустороннему договору, фактически ее раздаю в каждую точку учета, уже дроблю ее на свои договора в развитии своих контрагентов. Второй рынок – это рынок на сутки вперед. То есть мы покупаем сегодня до 10 утра электроэнергию, которую готовы поставить завтра. Ну а, соответственно, станции выработать завтра. При том, станции в этот рынок отдают, условно, вслепую. Как бы вы подаете, ну станция подает заявку на продажу, а мы в этот же рынок подаем заявку на покупку. Эти заявочки схлопываются, закрывая друга, мы не знаем конкретно, чей контрагент, у кого на договоре находится. Мы купили как бы у рынка, да. Украинерго уже потом администрирует, кто у кого купил, и расчеты пропускает через себя. То есть мы платим Украинерго, Украинерго рассчитывается уже с производителем. Есть рынок внутридневной, когда… Украинерго, извините, я перебью просто для тех, кто не полюбает. Украинерго – это государственная структура. Государственная структура, в которой выделен оператор рынка, отдельное юридическое лицо, ДП оператор рынка, задача которого условно администрировать продажи, которые, как это сказать, не идентифицированы, да, то есть когда они продаются в общую и покупаются с общего котла. Дальше такой же самый рынок есть внутрисуточный, это когда вы уже купили, считайте, основную часть объема, и вы на этот рынок, мы сегодня выходим, чтобы докупить, либо допродать что-то лишнее, что мы купили, сегодня, в сегодняшний день. Соответственно, это тоже происходит через оператор рынка. И это такой первый уже элемент там балансирования, чтобы не потерять лишних денег, либо наоборот заработать чего-то дополнительно, потому что рынок бывает такой, там можно купить дешевле. И уже дальше все, что твой клиент не потребил, вот ты под него купил какой-то объем в конкретном каждом часе, какие-то циферки, да, там этих мегаватт, если график его потребления фактически не складывается, это уже балансирующий рынок. Там, где цены кардинально отличаются от того, что ты мог бы продать клиенту, они могут быть до 45% дешевле. То есть ты купил за гривну, продал за полгривны. Реально потери большие, поэтому все поставщики очень много времени вкладывают в то, чтобы контролировать, во-первых, потребление и очень скрупулезно относиться к планированию, чтобы не попадать на небаланс и не терять дополнительные деньги. Поэтому это не так-то просто, что там взял, купил и дальше продаешь. Почему вот так вот шатается потребление? Ведь вот если брать бытового потребителя, то в общем-то все достаточно полято. Человек утром пошел на работу, вечером вернулся, включил там какую-то бытовую технику, там все остальное. Я так понимаю, что вот эти вот колебания, они в первую очередь связаны с какими-то большими там, ну не знаю, производственными какими-то площадками, производством или вот как формируется? Два фактора, которые влияют на потребление существенно. Первый фактор, вы правы, это большие производители. Не важно, это производители чего, то есть это большие производственные предприятия. И суть в том, что как бы они и не виноваты в этом, они занимаются своим нормальным производственным циклом. Если вдруг пришло сырье, которое можно переработать и отгрузить заказ быстрее, быстрее заработать денег, они это делают. Соответственно, происходит скачок и происходит перепотребление, ну как бы превышение от заявленного объема. И в этих случаях тот же Украэнерго выдает команды генерациям, чтобы быстренько поднимались и начинали довырабатывать эту электроэнергию в тех объемах, чтобы сбалансировать потребление в конкретном там часе. Для них цена поднимается в этом случае, для тех, кто добирает больше электроэнергию? Ну как сказать, не все предприятия готовы работать и платить дополнительную цену за вот это вот балансирование. Зачастую это головная боль поставщика. То есть это поставщик должен учесть, а еще смотрите, если у меня допустим сотня этих предприятий, одно поднялось, запустило какие-то станки, а вторая ситуация наоборот. В целом за счет разнонаправленных как бы движений у каждого предприятия они по-своему там отыгрываются, график немножко выравнивается. Ну один клиент запустил, у него там плюс 500 киловатт в конкретном часе, начал брать больше, а второй наоборот остановил какой-то станок, турбину или там еще что-нибудь или какой-то цех целый, целостно, у того там минус 300. Уже не балансы 200, то есть они друг друга немножко сбалансировали. Это первый фактор. Второй банальный фактор, то что нельзя спланировать, это вот предприятие работает, работает, авария. Вот все встало, и он как бы заказал электронику, но она лишняя. Ну как в Запорожье было, вот зубой по-моему, на ТЭЦ. И у ТЭЦ происходит точно так же. То есть ТЭЦ тоже может подтвердить свой рабочий график для Украины, конечно, вырабатывает какой-то объем, а потом какая-то поломка, и он его не вырабатывает. Вот зимой много таких вещей было, когда останавливались там тепловые ТЭЦ из-за нехватки угля, либо потому что ломались. Атомные блоки останавливались, и все это, ну, Украинерго изыскала возможности компенсаторики. Запускались либо кто-то другие станции, кто стоял в простое, либо быстренько открывался импорт, притом экстренно быстро, потому что там корректировка идет каждые 15 минут для того, чтобы можно было сбалансировать потребление с выработкой либо с докупленной электроэнергией. Там есть условно целая структура, которая только теми занимается, что каждые 15 минут ее задача сводить баланс выработки и баланс потребления. Поставщики и трейдеры, они всего лишь обеспечивают условно, ну, как механизм, который вращает деньги. То есть сами мегаватты, киловатты регулируются непосредственно производство и администратор, не скажу, как точно называется, диспетчер, да, который выдает команды для станций, а поставщик подстраивается, то есть он потом получает какой-то фактаж по графику и понимает, сколько денег предприятие ему должно за это заплатить. Если договор включает в себя, что предприятия обязуются компенсировать какие-то небалансы, ну, потери профицита, дефицита, тогда еще всчитывается и эта история ему в договор. Но это там исключительно редкие случаи. Зачастую все потребители, ну, все поставщики, ввиду большой конкуренции, сейчас вынуждены предлагать клиентам условия, когда все эти затраты они берут на себя и уже сами там как-то справляются внутри себя. И вторая часть тогда ответа на вопрос по поводу того, а как в Европе вот функционирует? В Европе или на Западе? Ну, в большом плане. По сути дела все аналогично. Единственное, что где Европа ушла дальше, да, я не ответил полностью на ваш вопрос, где Европа ушла дальше. Во-первых, в Европе четко отработаны макеты по группе потребителей, так называемых, не знаю, там парикмахерские, хлебобулочные магазины, это один профиль, они берут вот по такому на графе, они все включаются в 8 утра, допустим, работает до 22 вечера, закрываются и дальше не потребляют. Четко спрогнозировано население, то есть ведется четкая статбаза, по которой видно, сколько условно бытовой техники добавляется, как это все, профили изменяются, там от месяца к месяцу, от квартала к кварталу. То есть это все отслеживается. Дальше. Крупные предприятия зачастую, ну такие очень крупные предприятия, уже пообзаводились своими сторожами, чтобы скидывать лишнюю книгу в накопитель, накапливать и брать оттуда тогда, когда она нужна, ну такая большая, такой большой зарядный павробанк, соответственно, они пытаются сами себя сбалансировать, потому что цена небаланса в Европе, она отличается, ну там раза в 3-5, чем у нас, и там уже небалансами и прогнозируемыми занимаются все, и клиент, и поставщик. Ну потому что можно конкретно влечеть. Потому что можно, не то что не заработать никому, а даже не успеть заложить эту себестоимость продукции, потому что ты вылетишь просто в трубу. Там занимаются этим все, мы к этому только зреем. Знаете, чем больше величина проблема, тем больше мозгов у нее включается. Когда условно сейчас это еще не дорого стоит, то поставщик думает, ну ладно, я там что-то сделаю за клиента. Когда это стоит большие деньги, когда уже поставщик не может с этим справиться, и все как один начнут предъявлять какие-то требования к прогнозированию клиентов. Клиенты у нас, ну вообще потребитель прогнозирует себя очень плохо. Всему виной, это предыдущая история этого рынка, когда, ну из серии, это делать было не нужно, персонал у них остался тот же, который привык, что это делать не нужно, его сегодня обучить, либо заставить, мотивировать, чтобы он это делал и делал правильно, это крайне сложно. Ну какие везде у вас в государстве? Соответственно, это вопрос вот обучаемости и платы за то, что ты не делаешь этого. Как кому-то уже доходит, кто-то уже строит там себе какие-то подстанции, станции и накопители, а кто-то еще там сидит и об этом даже не думает. Либо потому, что ему пока не интересно, у него, ну условно, себестоимость продукции электроэнергии не так много заходит, ему не сильно влияет на цену конечного продукта, либо просто вот есть люди, которые вот привыкли там жить по советским меркам. Все бесплатно, должно быть бесплатно и будет бесплатно. Соответственно, это не моя головная боль. Вопрос еще такой, который вообще, я думаю, большинство зрителей заинтересует. Вот смотрите, из ваших слов получается, что на рынке существует такая большая конкуренция, которая постоянно уменьшает маржи-лайд, да? То есть, величина заработка, которые вот такие компалины, как ваши, зарабатывают, а на последнее время уменьшается. Но в то же время мы видим, как цела на электроэнергию, вот для Ласилелия сейчас там опять будет расти. Вот с чем это связано? Понимаете, цена, основное, что сидит в цене, ну, в продукте, да? Там три составляющие. Собственная себестоимость, это цена, по которой на торговой площадке можно купить электроэнергию. Она складывается, зачастую должна складываться разумно от себестоимости производства, да, Атом, Укргидро, там, гарантированный покупатель, это ВД, да, там, и прочие станции. Но поскольку у нас рынок, влияет же ситуация и спрос предложения. Когда ее вырабатывают достаточно много, Укрэнерга не может там условно ограничить ее выработку, цена снижается. То есть, где-то вот мы подсчитывали процентов, ну, если взять там структуры тарифа там сегодня там 2,40, то гривна 20, 50 процентов это себестоимость. То, под чем электроэнергию, торгуется на площадке. Потом, есть же тариф передачи. Его задача компенсировать разницу в цене, по которой продается зеленая электроэнергия и то, по какому тарифу они ее вырабатывают. Там, 30 копеек, ну, грубо там, не 30, 35 копеек, это еще там, считаем, там, 15 процентов к цене. Угу. Докладывается вот этот тариф передачи, который единый для всей Украины. Он собирается в Украэнерго и компенсируется гарантированным покупателю как разница в цене. То есть, гривна 20 плюс 30. Плюс 35 уже имеем гривна 55. гривна 55. Да, и дальше пошел такой большой разбег тариф распределения. Электроэнергия, протекая сетями, там, начиная от технологических потерь и заканчивая то, что Обэнерго за эти деньги должно содержать свою инфраструктуру, свои энергообъекты. Это стоит определенных денег. Есть вот тариф распределения в каждом регионе Украины, он отдельный, он имеет свой размер и исключительно привязан к тому, чтобы его задача компенсировать обслуживание сетей. Поэтому в одном регионе, где бизнеса побольше, да, для крупных предприятий, там, первого класса, может быть, там, к примеру, там, в пределах, там, 15 копеек, а для предприятий, которые потребляют немного, среднего класса, ну, может быть, 65 копеек. А есть области, где-то тариф доходит, там, до гривны 15. А вот это на Западную Украину, куда-либо, или Черновицкую область, где-то там? Ну, Луганскую область самый высокий тариф распределения, потому что там бизнеса очень мало осталось. Ну, там, еще плюс, она же автономная, фактически, работает, счастливская Тесла же вырабатывает, она работает на угле, соответствовала... Там, там, смотрите, есть определенная вот платформа, на которой, где бы она ни вырабатывалась, какой бы станция ни вырабатывалась, она отдается по какой-то уже сложившейся цене рынка. И это, условно, разошлось в каждую станцию. Только одна станция заработала, там, 3 копейки себе, а вторая 50, потому что у нее себестоимость была дешевле. Произвел там по 60, продал по рубль 20, да, допустим. А тариф распределения, это уже, когда электронегия побежала по сетям, и вот есть облэнерго, там, есть люди, есть столбы, все эти подстанции. Это все оборудование, оно изнашивается, ремонтируется, меняется на новое, платится людям зарплата, в конце концов. Есть технологические потери, там, в пределах 10-12% от объема. Мегаватт зашел, а вышло 800. Почему? Как электронегия? Нагрев проводов, нагрев, ну, это же физика. Все тратится на тепло и на преодоление сопротивления в сетях и в подстанциях. Что-то есть еще такие, так называемые, потери. Кто-то где-то что-то своровал, да, накинул. Такие вещи тоже зашиты в тарифе облэнерго, они должны с этим бороться, но тем не менее, вот чем, ну, как получается, оборудования после Советского Союза осталось много на каждых регионах. И если бизнес в регионе затухает, тариф распределения вынужденно растет, потому что он привязан к киловатту, там, допустим, гривна на киловатт. Чем меньше регион, бизнес и вообще жители там потребляют этих киловатт, тем тариф распределения вынужден быть больше, потому что вот это хозяйство же нужно обслуживать, оно же никуда не девается. Соответственно, вот у нас Непретаровская область самая насыщенная по бизнесу, там самый меньший тариф распределения. Области, такие как Луганск, там Волынь, Закарпатье, где бизнеса меньше, там тариф распределения выше. Там считается, ну, Киев, Киев, область почти близки к тарифу распределения Днепра, но за счет того, что здесь просто очень много людей проживает. И вот если это все сложить, то трейдер, либо там поставщик, его удельная доля вообще в цене для конечного потребителя электроэнергии, в пределах одного процента. Ну, на этом миллионы все-таки делаются. Ну, за счет оборота, за счет оборота. Оборот раз, второе, главное участвовать на разных сегментах рынка, потому что ценообразование идет от рынка РДН, но рынок на сутки вперед, РСВ, назовем по-русскому, от РСВ. Но есть же рынок внутрисуточный, если уметь правильно планировать, ты можешь докупить там дешевле, и это дешевле может быть 3, 5, 2 процента, 12, ну, в разных, в разные дни по-разному. Есть длинные договора, то есть, если ты инвестируешь деньги в станцию, выкупаешь заранее объемы, ты получаешь определенный дисконт, ты можешь условно на этом зарабатывать. То есть, вот это вот обычные такие финансовые инструменты, которые ты используешь. Ты либо хорошо планируешь, не попадаешь на небалансы, либо ты заранее покупаешь, и покупаешь, фиксируешь цену, либо фиксируешь свою скидку, либо управляешь графиком так, чтобы у тебя всегда возможность была докупить понятный для тебя объем на внутрисуточном рынке. При этом у тебя есть риск такой, что ты хочешь купить, но не всегда там можешь купить. То есть, ты должен четко понять, что это такая у себя. Надо четко прогнозировать, будет там профицит, или не будет, в конкретный день, в конкретном часе. Такой вопрос уточняющий, а можно ли избежать вообще, вот для населения, это повышение цел, потому что повышенное целое давно работает, насколько я помню, порылось, что целое, а население как раз там, оно датировалось. Вот сейчас опять повышают, и вокруг этого идет такая большая возля постояла со стороны политиков, как повышать, как ли повышать. Потому что, насколько я знаю, в конце зимы, в начале веслы, была такая дискуссия в правительстве, что, условно говоря, если ли повышаются тарифы для электродариев, то спустя какое-то время будет просто жопа. Смотрите, у нас всегда для того, чтобы инициировать какой-то законопроект, склонны довести все до паники, порой даже до абсурда, для того, чтобы потом это все легко пройти. На самом деле, я бы считал так, если условно там, сегодня тариф населения гривна 60, что он себя включает, какие составляющие, и отматываем назад, сколько электроэнергия стоит на рынке. Если в тариф гривна 60 уже включены все соответствующие слагаемые тарифы, и распределение, и передача, то, конечно, это мало, потому что это гранично ниже себестоимости. Тебестоимость на публике 2,40. Себестоимость, ну давайте так, принято считать, что для нормально работающих станций, которые позаботились о своем техническом переоснащении, себестоимость производства, опять же, пленочной составляющей топливного ресурса, где-то гривна 30, гривна 35. Не, я имею в виду со всеми вот этими издержками, я получу себестоимость. Себестоимость, мы бы же говорили, гривна 20, плюс 35, зеленка. Ну, там, в конкретном регионе, давайте так считать, что где-то у нас средний тариф распределения, там, порядка гривны с НДС, вот считаем, что гривна 20, плюс 30, гривна 50, плюс гривна 2,50, это уже есть цена, которая, ну, не убыточная, ни для кого. Соответственно, если там называют цифру 3,60, ну, я бы сказал, что это дорого. Ну, как хотят, 3,20, это дорого. То есть, в принципе, 2,70, это 2,60 было бы нормально, да? Да, в принципе, весь вопрос в том, что, ну, как, в западных моделях предусмотрено то, что потребитель физлицо закрывается по ценам, которые складываются в рынке. Ведь рынок такой, как я вам сказал, он ситуативный. Да, есть всегда себестоимость, но есть такие периоды, когда, продукция продается дешевле себестоимости ввиду насыщения рынка. так складывается, это же рынок, это же не продиктованные цены. ночью, например, да? Ночью, бывает и днем. У нас были такие периоды, когда можно было днем купить по 50 копеек эту электроэнергию в конкретном часе. Я бы отталкивался, что есть рынок, есть поставка. Да, говорят, что нужно защитить там потребителя физическое лицо, чтобы он не испытывал этих колебаний цены, как бизнес на себе испытывает. Но, тем не менее, можно определиться с какими-то ограниченными ценами, как высшими, так и низшими, чтобы вот человек обычный потребитель понял, что в этих рамках электроэнергию это может дорожать. Но она должна всегда быть привязана к какому-то прайсу, который формируется на рынке. Не который устанавливается, ну, правительством, поставили там 3,60. А почему 3,60? Почему 3,60, когда можно купить по гривне? Ну, почему я должен как физлицо тоже переплачивать? Должен быть какой-то рыночный принцип заложен в ценообразовании и точка. А всем семьям, которые там, ну, для которых это дорого, ну, адресные субсидии, пожалуйста, сделайте что-то с этим. Проведите статистику заработных плат, приведите в чувство на наш Минстат и разбейтесь, кто сколько зарабатывает, кому нужно эти адресные субсидии дать. Вот и все. Вот эта вот структура себестоимости, которую мы сказали, там, гривла 20, да, вот здесь, мне кажется, один из таких важных вопросов для Палибаля, ведь у разных видов генерации разная себестоимость. Там, у АЭС, это одна, она дешевле, там, да, у тепловых другая, у зеленых третья, там, да, у гидроэнергия, там, как бы, четвертая. Вот, то есть, по сути, это такой микс, вот эта гривла 20, на выходе это микс, где более... Грубо, грубо, да, рынок, рынок условно смешивает всю эту электроэнергию и за счет предложения от этих станций по своим, они же предлагают по своим ликвидным ценам, он формируется, вот, допустим, сегодня там закрылся, там, гривна 370, да, ну, 1,37. Неделю назад он еще закрывался, там, 1,2, гривна 20. И вот, количество предложений, этих станций объем, там определяет, как они потом складывают эту цену, потому что атомка, да, она действительно дешевле, существенно, гидра, в принципе, в сезон дождей, когда у него, ему просто нужно избавляться от воды, чтобы это все через дамбу не шло, она вообще, наверное, ничего не стоит, но это как Бог дал, да? Ну, как в этом году, наверное, так было, да? Ну, вот в этом году, сейчас, весь май было так, потому что дождей много, и украгидра вынуждена была сбрасывать воду, естественно, сбрасывая воду, оно вырабатывает, естественно, как бы, можно и за ни за что продавать, ну, как бы так. Потом, атомная электроэнергия, она не дешевая, просто другой вопрос, что туда у нас заложено в тариф атомной электроэнергии? Вы же историю знаете, что сейчас все плачутся, не за что менять блоки, не за что их ремонтировать. По большому счету, если посчитать, сколько там стоит блок, 20-40 миллионов, Ой, 20-40 миллиардов, наверное. Ну, вы построить стоите около 10 миллиардов, 8-10 миллиардов. 8-10, я не знаток в этих технологиях. 8-10 миллиардов, это точно, да. То есть, если 4 блока, то да, 40 миллиардов. Если заложить, если заложить это все в стоимость, то, наверное, не было бы там 60 копеек себестоимости. Была бы уверенная гривна 20, гривна, может быть даже... Ну, амортизация просто при Советском Союзе по сути произошла, поэтому... Где она делась? Большой... Накоплена она ли на станциях, чтобы можно было провести ремонт и замену? Кстати, да. Это, кстати, вопрос не только электроэнергии, о господи, энергогенерации, но и водоканалов тех же самых и прочих. 100%. ЖКХ-шных всяких вещей. Что такое амортизация? Некий фонд, который предлагает замену, но это деньги, которые можно потратить на все, на что угодно. То есть мы просто не амортизируемся и в результате получается вот это... Бухгалтерская модель амортизацию начисляет. Это те деньги, которые позволяют, условно, оптимизировать прибыль компании, показывая, что мы эти деньги не заработали. Но в случае, если деньги не направляются на фонды, на основные фонды, то по большому счету деньги могут быть направлены куда угодно. На зарплату, на еще что-нибудь, на какие-то ремонты, которые там, латание дыр, назовем так. По большому счету, я думаю, что сейчас, что у водоканалов, что у Атома нет ресурса, который позволил бы взять вот ту накопленную амортизацию с периода распада СССР, когда стала Вильна, Украина, и провести масштабные ремонтные работы с заменой труб, блоков, теплоблоков, всего что угодно. На самом деле, скажем так, я здесь уточню, насколько я помню, они это все делают исключительно, прежде всего, из-за того, что находятся под мониторингом МАГАТЭ и всех этих контролирующих организаций после Чернобыля. И, соответственно, Запад, в том числе, нас просто заставляет поддерживать надлежащие виде. Де-факто, как эта часть содержания, оборудование всегда включена в Тариф, так называемый, который защищает, неважно, тепло, электронергию для станций, для водоканалов, для тепловых узлов. Вопрос, насколько это покрывает нужды, которые накопились уже с точки зрения переоснащения. Я, допустим, знаю по Обл.Энерго, которая мне доводилась проводить аудиты, такая себе история. Денег на бумаге может быть много. Из-за того, что Обл.Энерго не собрала где-то деньги либо какую-то статью закрыла другую, они по физике всю инвестиционную программу свою, которая направлена на ремонт либо на переоснащение основных фондов, редко когда выполняют на 100%. Крайне редко. То же самое и в водоканалах. Еще такой вопрос. Ведь на самом же деле АЭС Али изнашиваются потихоньку и там у них предельный срок до 2035 года. То есть большинство нужно будет реакторов просто выводить. Предельно-запредельно, он уже продлен же там много раз, на много лет. Несколько раз, там два раза, по разу были, некоторых продлевали, было, некоторых по два уже. Но в принципе в этом ничего не страшного, потому что и на западе блоги, я знаю, реакторы работают, продлеваются ли раз. Но вопрос же заключается в том, что каждое продление в том числе требует тоже дополнительных ресурсов, потому что на это все необходимы ресурсы. но ключевой же вопрос заключается в следующем. А какой у нас будет вот энергорынок, если выбывает, атомка будет выбывать, и при этом мы знаем, что у нас накопился вот этот ловес зеленки большой, то есть уже больше, чем 6 энергоблоков Запорожской С вырабатывают, а на поле сколько? 7,5 гигаватт, по-моему, было в прошлом году. Мощности должны были введены к концу года быть в зеленке, я имею в виду. И соответственно, вот дисбалансы, которые мы в прошлом году всех колбасили, когда в V-слой появились какие-то огромные дисбалансы, что атомные блоки глушили, потом они то включались, то выключались. Вот. Чем это чревато? Потому что многие боялись, что вообще произойдет развал, развал энергосистемы за таких перепадов, и чем это чревато? Ну, смотрите, да, такая проблема есть, и она даже в одной проблеме две проблемы. С одной стороны, нужно наращивать какие-то источники производства электроэнергии, потому что так или иначе у нас атомка идет в загрузке 45% объема, 55% это ее максимальный потолок от того объема электроэнергии, который она может производить всего в Украине. за день. 55% это вот потолок был. Да, соответственно, как бы, если какие-то атомные блоки будут выводиться из работы, да, нужно их чем-то замещать. Вопрос, чем, да, состояние станций, которые могли бы взять на себя такую же ровную нагрузку, ну, там, ТЭЦы, да, ТЭЦы, ТЭЦы, одни работают только зимой, потому что у них основная сдача тепла, вторые находятся, ну, такое, в средне, в таком, в средневыживающем состоянии, вот-вот, либо еще мы выдаем чего-то, либо завтра поломаемся. 80% безуслов, большинство ТЭЦов. То есть, прогнозировать, что это будет там стабильно, ну, точно нельзя. Зеленка, да, ну, добавляется ветер, добавляется солнышко, добавляется био, но, у этих станций, ну, кроме био, есть ярко выраженная сезонность. Она, во-первых, сезонность, погода ярко выраженная, еще есть, как это называется, в течение суток тоже ярко выраженные пики. Солнышко начинает подниматься, условно, подниматься по объему производства электроэнергии с 8 утра, пик приходится где-то обычно с 12, там, до 2, и дальше спад. Зачастую график потребления Украины, он тоже неровный, он тоже такой, горкообразный. Но если мы отключаем базу, вот атомная ЛНРК вырабатывает ровная плата такая, берем такой слой и убираем, то, соответственно, днем, возможно, и будет закрываться, солнце и ветер будут хватать. Ночью сам ветер без солнца, объем, если там убрать какие-то 2 гигаватта, не закроет эту дырку. То есть, где-то нужно это делать. Почему сейчас все вот, ну, большие корпорации, у которых есть ресурс, начали понимая то, что все идет к тому, что будет происходить замещение производственных мощностей, генерирующих, пошли изыскивать проекты, искать, кто, где строит, почем, как быстро сторожей. Что тебе позволяет это дело днем накопить. Ну, накопители, накопители. Днем, когда излишки, когда они не нужны, когда они профицитны, когда они продаются там условно по копейкам или когда тебя ограничивают, что ты их не можешь вырабатывать, потому что эта электроэнергия днем уже не нужна, особенно в летние сезоны. Ты можешь вырабатывать и заряжать свой здоровенный пауэрбанк, а ночью выдавать это в сеть, когда как раз дефицит. Сколько в Украине уже таких вот комплексов? Потому что я публика маска что-то в Австралии построил компом. Да я не знаю, как бы не было этой рекламой. Насколько мне известно, ДТЭК вот только недавно в промышленную эксплуатацию вел один здоровенный там сторож, который можно называть промышленным таким элементом. Все это вот только вот только как бы начинается. Есть еще планируется проведение конкурса для как раз вот таких гашения, дефицитов, так называемая конкурс на резервной мощности, когда станция стоит и в принципе она просто включается по команде на определенное количество часов. Там два вида станции, одни могут работать 8 часов беспрерывно, как раз вот если атом убрать, солнышко с ветерком работают днем, а ночью запускаются эти станции, они спокойно могут 8 часов без остановки работать и выдавать киловатты, чтобы закрывать дефицитную часть ночи. Или есть станции такие еще более маневровые, которые там 2 часа, но они пускаются быстрее и там резко могут гасить где-то какой-то спад по выработке. Не знаю, но планируют в этом году этот конкурс завершить, там где-то такие проекты строятся в пределах год-полтора, ну максимум 2 с водой эксплуатации. Но это они на чем будут? На газу будут или на чем? Да, газотурбины либо газопорщневые, там 2 вариации предусмотрено по тех-тех заданию и, насколько мне известно, там где-то общая мощность этих станций по конкурсу будет где-то порядка 2 гигаватт. Ну, где-то то, то, что вычислили, то, чего не хватает в случае каких-то вывода блоков в ремонт либо вообще вывода эксплуатации, то, чтобы закрыть как раз ночное потребление. То есть, днем выработки хватает. Даже зимой, если все станции, которые тепловые, работают плюс-минус в понятной нагрузке, нет перебоев ни с углем, если атом не вывалится в какие-то там экстренно-аварийные работы, то того объема, что вырабатывают в ВДЕ, все зимой с головой хватает, чтобы закрывать вот этот график Украины. Ну, ВДЕ зимой просто и меньше вырабатывает на блоков, сколько я помню, потому что лето все-таки, допустим, солнечное. Разов в три с половиной где-то меньше. Ветер, ну, ветер более-менее стабильно работает, но плюс-минус, да, солнце проваливается очень сильно. И точно так же чуть-чуть уходит где-то процентов на 50 био, потому что био тоже все, оно же сезонное, оно же подвязано как раз там еще солома, какие-то опилки, силосы, вот все, что там горит, его же зимой не очень как бы много, пилеты там, у кого пилетные, у кого какие там, тоже есть сезонность, они зимой немножко там притухают. Но зимой же включаются ТЭЦки, которые работают на тепло, они же исключительно работают условно на отопительный сезон. Там, если посчитать, немало подключается в сеть с выдачей. Все, вот то, что было построено при Советском Союзе, логика работы, энергосистема, она как бы сохраняет свою там ценность до сегодняшнего дня. Единственное, что вот немножко, я так понимаю, что не подрасчитались тем, что если ВДЕ сейчас выдает очень много, ну там, то атомку не отключишь, потому что ночью нечем перекрыть потом дефицит. А как бы импорт, который возможен и дешевый, и зашел бы, это Белоруссия, Россия, как бы нельзя. Насколько он вообще оправдал вот Лабаш, да? Знаете, ну в моменты, вот когда была зима, когда там по углю были баталии, кто везет уголь, кто не везет, когда условно просто из-за температурных режимов карьера не могли отгружать, то любые вещи оправдали, чтобы не просто не похоронить экономику, не остановить предприятия. Тогда его тянули, откуда только можно было потянуть. У кого какие договора были на тот момент заключены с трейдерами, заграничными, те компании успешно работали. тянули из Белоруссии в основном, из России, из Белоруссии прежде всего. Ну, была Россия, в основном была Белоруссия по объему, что-то там было из Польши, что-то в какие-то часы, опять же, цена была высокая, можно было тянуть и со Словакии, в Бурстане там тоже такая история была с углем не очень понятная. Поэтому тянули отовсюду. конкретно нас приглашали, там мы просто прорабатывали вопрос в Молдавии, нам говорили, если вы там успели подписаться, давайте 500 мегаватт в час, мы просто вот надо, это был январь месяц этого года. А так вообще, вот, в нормальной ситуации, там просто было наложение, и по углю не получалось, и по атомке не выводились блоки из ремонта, в заявленные сроки, там переносили сроки вывода, там на месяц, на две недели. Просто ситуация была критичная, поэтому импорт разрешили со всех сторон. А так, по большому счету, но он не нужен, потому что для того, чтобы, ну, как бы, с одной стороны, там государство должно заботиться о ценах, да, там для бизнеса, для населения, с другой стороны, если там чересчур перезаботиться, проявить там слишком заботу, то так никому будет вырабатывать. Потому что там тоже есть угольная, топливная составляющая есть всегда, и топливо привязано к доллару, да, там, плюс сырьевые рынки очень на них влияет то, кто приходит на них. Если, допустим, Китай брал уголь, не знаю, там Африка, а потом резко переориентировался на Россию, цена в России взлетела, ну, почти в два раза. Это же уголь тоже сюда едет. Если он ехал, там, условно, по цене, там, 35-36 долларов, 52, как это не может не сказаться на эффективности работы станции. Поэтому учитывать нужно много факторов, и вот те нововведения, которые там сегодня готовят, скорее всего, готовят для того, чтобы зафиксировать некую нижнюю планку цены, чтобы не убить свою генерацию. И в этой ситуации, когда ты спасаешь генерацию, импорт точно не нужен. Потому что импорт будет давить на цену, генерация ничего не заработает. Я только хотел про импорт сказать. Ведь скоро мы должны будем к европейской энергосистеме, насколько я помню, присоеделиться. И как это избилит правила игры, что повлияется для потребителя и для производителя электроэнергии? Во-первых, будет проще с точки зрения исполнения контрактов. Многие трейдеры, которые хотели бы работать с Украиной, опасаются работать, потому что есть такое условное понимание, наши сети не соответствуют требованиям, нормам безопасности и качество подачи электроэнергии. Соответственно, это может проявлять на продажу на исполнение контракта. Там очень не любят... А что такое неисполнение контракта? Ты подписал договор, не поставил киловатты по какой-то причине. Ладно, одна причина поставщик, условно, не выполнил обязательства, не смог закупить, не смог продать. А может быть, причина техническая. Не смог, купил, но не смог поставить вследствие технических моментов. Для той стороны это не баланс и это там очень колоссальные деньги. Соответственно, бояться этого. Плюс верификация самих трейдеров. Но Европа, наверное, хочет же понимать, с кем она имеет дело здесь, с кем заключается контракт, насколько данная компания может это исполнить. Третье, ну, наверное, как бы, если нас акцептуют в эти условия, можно говорить о каких-то долгосрочных каких-то планах на сотрудничество, потому что сегодня все происходит там хаотично. Месячные контракты, выкуп сечения происходит надолго, сечение управляется не трейдером, управляется Украинерго. Что такое сечения? Сечение, по сути дела, что он дает коридор, возможность экспортировать либо импортировать определенный почасовый объем электроэнергии. И он, ну, как, можно сказать, на таких, на открытом тендере Украинерго выкупается и за вами условно там некий коридор застолбили, что вы такой-то объем поставляете. Другими словами, там есть сечение, почему на засечение, толщина провода, по которым протекает определенная нагрузка. Все. И эти переходы, они рассчитаны там только на эту нагрузку, на меньшую либо на эту. То есть больше ты не пропустишь, все у тебя погорит. Там ни подстанции не примут такой объем, ни сами провода столько не пропустят. В этом и заключается принцип продажи сечения. Его там, ну, допустим, 700 мегаватт есть между, к примеру, Украиной и Белоруссией. И как бы не было плохо, больше, чем 700 с Белоруссии в час ты не затянешь в Украину. Понятно. Вопрос еще такой. Помните, несколько лет назад у нас тут был бум у столовки там бытовыми потребителями вот этих всех солнечных батареек и так далее. Завлекали там всякими привлекательными условиями, что возможность по зеленому тарифу это все отбивать очень быстро и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вот эта тема, насколько я понимаю в свете тех проблем, которые возникли с выкупом этой зеленой электроэнергии, насколько вообще стоит покупать вот эти Пелели? Насколько это оправдано? Смотри, дело в том, что если мы говорим за бытового потребителя, здесь же не вопрос в бизнесе, что ты строишь себе станцию для того, чтобы продавать. По большому счету, если у тебя участок 10 соток, на котором есть дом, двор, у тебя максимум ты можешь себе повесить панели на крышу. Потому что если уже будешь размещать в дворе, то это будет, у тебя не будет двора, но у тебя просто добавятся какие-то, я не знаю, 10-15 киловатт мощности, оно тебе ничего не даст. Вопрос с точки зрения обеспечения себя собственной электроэнергией, ну как бы стоимость, всегда считают, стоимость панелей, стоимость их эксплуатации, они там через 10 или 15 лет подлежат там замене, и плюс, почем ты готов сегодня покупать, а если тариф растет, да, там, а цена там, не помню, там 1 мегаватта, там 600 тысяч долларов, то есть для населения переводим киловатт, там это там условно 6 тысяч долларов, ты себе построил там, не знаю, 10 киловатт, так, к примеру, я цен не знаю, то, ну, актуально, можно строить и дальше. С точки зрения бизнеса, чтобы, как это, майнинговая ферма только по электрическому, ну, для этого просто нужны другие площади, совершенно другие площади. Лишнее у тебя всегда в сеть заберут, при небольших объемах, условно там, я думаю, что заплатят, рано или поздно все равно заплатят, но ты сэкономишь просто для себя определенный объем денег. Ну, насколько мне известно, вот у нас компания, там есть партнеры, они занимаются, где-то окупаемость таких инвестиций, ну, это пятый год, если вы в доме собираетесь жить 5 лет и больше, а не для кого-то строить эту систему, есть смысл. Ну, там же его уменьшают, на сколько поближе, с каждым годом его уменьшают, зеленый тариф, он будет уменьшаться. Ну, вам уменьшается зеленый тариф, но вы же не считаете, а если вы покупали электричество, которое будет сегодня 3, потом 3,50, потом 5, я вот об этом. То, что тариф уменьшается, с каждым годом, это понятно, это всего лишь влияет на окупаемость той инвестиции, которую вы заложили при строительстве этого проекта. Но если у вас этот проект окупился, дальше вы, вы же экономите дальше, если вы живете дальше в этом доме, вы не покупаете электроэнергию, как правило, рассчитывают систему так, чтобы закрывало ваше потребление процентом на 70, вашего дома, домохозяйства и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что когда появятся вот эти вот пауэрбанки, уже не только для промышленных масштабов, но и для рядового потребителя, так они уже, ну, они уже есть. Это радикально изменит ситуацию. Ну, они уже, они уже есть, они уже есть в Штатах, ну, они есть. Вопрос просто в экономике, я думаю, что надо, как бы, все равно будет присутствовать. Ну, да, они что же стоят в каких-то делях и все равно будут присутствовать? И для ралли баллов. Все равно, как бы там ни было, ночная электроэнергия, ввиду того, что, ну, так, бизнес у нас ориентирован, у нас все меньше и меньше остается предприятие, которое работает круглые сутки, да, у которых замкнутый цикл круглые сутки, сменный, и оно не останавливается. Соответственно, те станции, которые, ну, не могут разгружаться по физике на ночь, потому что любым там атом не разгружается вообще, это долгая история, там, он не может разгрузиться за час, за два, за сутки. Ну, маневрировать просто любое, потому что это опасно. Соответственно, ночь в любом случае будет дешевле дня, ну, как бы всегда, как бы там ни было. Я не знаю, допустим, насколько нужно насытить страну, там, этими пауэрбанками, чтобы они настолько исказили цену в рынке, ну, там, сейвя у себя день и выгружая его ночью, чтобы день перестал стоить условно так дорого и выровнялся с ночью. Ну, я не знаю, где этот предел, есть, может, какие-то математики, там, физики, которые это считали, но я думаю, что это что-то такое нереальное по срокам, это же тоже не быстрая тема, не у всех есть на это деньги, это, как то же самое, не все ездят на Теслах, хотя, как бы, она уже есть, этот электромобиль, не у всех эти солнечные батареи стоят дома, хотя домохозяйства очень много, то же самое будет и с паровым банками, кто-то в эту тему пойдет, ради интереса, ради денег, просто новатор, просто попробовать, но это не быстро, то есть, может быть, ближайшие 10 лет мы также и будем жить в тех же ценовых категориях, там, разница между днем и ночью процентов 30, она уже позволяет окупать любую инвестицию, либо в свое солнце, либо в свой там, пауэр. Хорошо, я вот смотрю на часы, 51 минута, 40 секунд, и мы так легко проговорили о такой сложной теме, и я считаю, что это успех. Спасибо за такую развернутую беседу, я думаю, что не последняя, потому что, поскольку видно, что вы хорошо понимаете, о чем говорите, вот, я думаю, что там зрители обязательно напишут в комментариях, с чем они не согласны, пусть пишут вопросы, либо пусть пишут возражения, да, да, я не знаю, вы в фейсбуке же есть, да, есть, конечно, поставлю ссылку на ваш фейсбук, ну, и я думаю, что если появятся там дополнительные вопросы, а в вашей стране всегда будут появляться, то еще не один раз вас приглашу, и мы пообщаемся. Спасибо. Спасибо.